Уважаемые коллеги, для кого-то уже добрый вечер. Меня зовут Асмерзаева Карина Игоревна, я ведущий методист издательства «Просвещение». Мои компетенции две предметные области – история и общество знания. Очень рада, что вы подключились к вебинару, надеюсь, он станет для вас полезным, и вы для себя усвоите ряд информации, необходимой для работы. Тематика вебинара у нас, вы видите у себя на экранах, «Человек и общество. Отношение с миром начинается с мира внутри себя». И сразу же хочу сказать, что в конце вебинара, он у нас рассчитан примерно на 45 минут, мы проведем розыгрыш трех учебных пособий. Я вам презентую их, и кто-то получит шанс их выиграть. Естественно, отправка учебных пособий будет за счет издательства «Просвещение». Вам необходимо будет только получить книгу. Желаю всем удачи и успехов. Хотелось бы мне начать вебинар с таких слов, сказанных Львовом Николаевичем Толстым, что чем больше живешь духовной жизнью, тем независимее ты становишься от судьбы. Почему же это так? И вообще, что же такое духовность? Давайте мы с вами обратимся к учебнику Леонида Наумовича Боголюбова для 10 класса. Вот он у нас представлен на слайде. «Духовность — это высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности. На этом уровне мотивом и смыслом жизнедеятельности человека становятся не личные потребности и отношения, а высшие человеческие ценности. Усвоение определенных ценностей, таких как истина, добро, красота, создаёт ценностные ориентации человека. Таким образом, мы можем сделать вывод, что человек является духовным существом. Даже можно сказать более глубже, что человек является духовно-нравственным существом. Что же является ориентиром для человека как для духовного существа? Это три главных ориентира — мораль, ценности и идеалы, которые взаимно соприкасаются, дополняют друг друга, и находиться в человеке по отдельности не могут, не предполагают этого. Мораль — это система норм, правил, регулирующих общение, поведение людей, и обеспечивающих единство общественных и личных интересов каждого человека. Ценности — это то, что наиболее дорого, свято, необходимо для каждого отдельного человека. Это то, что является мерилом для каждого человека. Идеал — это то совершенство, высшая цель человеческого стремления, это то, к чему каждый из нас стремится, потому что так же, как мораль, ценности и идеалы, для каждого человека они свои. Почему же мы поговорили с вами, затронули такую тему, как духовный мир человека, нравственные идеалы человека, ориентиры каждого человека? Потому что, к сожалению или к счастью, мы живем в такое время, когда необходимо раскрывать личный потенциал, который заложен природой от рождения, развивать его, усовершенствовать, проявлять и показывать. И затрону с вами мы сегодня такую тему, как лидерство, кто такой лидер, почему необходимо быть лидером, каждый ли человек является лидером. Потому что в современном понятии лидерство — это способность в первую очередь управлять собой и своей жизнью. Это стремление раскрывать свой потенциал во всех сферах человеческой сущности — теле, разуме, сердце и дух. Потому что только тот человек, который может управлять собой, вправе, имея такую возможность, управлять другими. Все взаимосвязано в нашем мире. Поэтому мы сегодня с вами поговорим о лидерстве как о единичном понятии, о персональном лидерстве, которое касается каждого из нас, вне зависимости от той должности, работы, которой мы занимаемся. Итак, начнем. Отношения с миром начинаются с мира внутри себя. Манделла говорил, что одним из главных признаков счастья и гармонии является полное отсутствие потребности кому-то что-то доказывать. В основе лидерства лежат уверенность и целостность. Каждый человек хочет быть уверенным в себе, он, в принципе, к этому всегда стремится. Именно уверенность дает нам бодрость духа, наполняет нас какими-то силами, идеалами, стремлениями, вдохновляет нас на что-то, позволяет делать правильный выбор, исходя из наших собственных внутренних ориентиров, и добиваться желаемых результатов. В основе уверенности лежит вера, то есть способность слышать и понимать себя. Мы с вами все прекрасно понимаем, что с помощью веры двигаются горы, и все, что человек хочет, искренне желает и прилагает к этому усилию, усилия, все это осуществляется человеком. Тот потенциал, который заложен природой, который человек должен раскрыть. И у каждого человека, исходя из его лидерского потенциала, существуют четыре сущности. Это тело, разум, сердце и дух. Они представлены на экранах презентации. Тело — это форма движения, это телесная сфера, позволяет использовать возможности тела, действовать и получать телесные ощущения. Человек, который способен управлять собственным телом, видеть его реакции, может управлять своей жизнью. Второе — это разум. Это анализ и рассуждение. Эту сферу еще называют ментальной. Она позволяет мыслить, мечтать, делать выводы, принимать решения рациональные. Это логика. Сердце — это душа и чувства. Эмоциональная сфера дарит нам мир чувства, переживаний, настроений и эмоций. И четвертая сущность человека — это дух. Либо духовный его смысл — это вероубеждение, его личность, которое позволяет понять законы бытия, роль человека в мире, его предназначение, для чего он существует, почему он существует. Потому что мы знаем из законов философии, вообще бытия, жизни, что каждый человек задумается на тему причин своего существования, целей, желаний и мечт. При этом мы должны понимать, что данные четыре составляющие должны существовать в гармонии и взаимодействии. Поскольку если человек развивает только одну составляющую, он становится однобоким, и получается, другие его составляющиеся потухают и не развиваются. Например, человек, который уделяет внимание только разуму, он обучается новым предметам, новым наукам, либо каким-то новым знаниям из любой области деятельности, и при этом не уделяет внимания к духовному, нравственному началу либо своему телу. Допустим, в школе дети часто своих одноклассников таких называют учёными, умниками, что они все погружены в науку, в обучение, в подачу новых знаний. А если человек зациклен и развивает только тело, то есть форму и движение, то про такого мы говорим, что сила есть, ума не надо, поскольку весь свой потенциал человек направляет на внешний вид, на его силу. Занимается, например, только спортом, сердце, чувство и душа. Человек не должен жить только эмоциями, он должен немножко обращаться к логике, к здравому смыслу, советоваться. Либо про человека, который живёт только чувствами и эмоциями, мы говорим, что он сентиментальный романтик, он живёт в каком-то розовом мире, в котором всё прекрасно и красиво, и хорошо, в котором его никто не обижает и не трогает. И таким образом он на самом деле не сильно соприкасается с реальностью, не сильно её ощущает, либо ощущает сквозь призму своих собственных чувств и эмоций. Дух или духовный смысл. Человек должен понимать, что поглощаться только вопросами бытия и жизни, кем он был создан, для чего создан, и цели, которые он проследует, тоже нельзя. Обычно мы про таких людей говорим, что они одухотворённые, они могут вообще, в принципе, покинуть мирскую жизнь, отдаляться от общества, от социума, погружаясь полностью в свой внутренний мир. Таким образом мы делаем вывод, что человек должен развивать все четыре своих составляющихся, потому что основа уверенности человека и для раскрытия уличного потенциала это внутренний баланс четырёх составляющих тела, разума, сердца и духа. Вот представлены у меня на картинке весы, вы можете посмотреть, когда происходит дисбаланс, и человек, например, забыл про своё тело, не уделяя ему должное внимание, то есть человек может поглощаться либо одной какой-то элементу лидерства, например, телу, духу, сердце, либо разум, либо двумя. Но в идеале человек должен посвящать и уделять внимание четырём составляющим его духовной личности. Вторая картинка показана, это как раз взаимодействие сердца и разума, взаимодействие сердца и мозга, чувств, эмоций и логики. Человек всё же, принимая какое-то решение, он должен смотреть и с точки зрения сердца, чувств, какие эмоции у него появляются при переживании тех или иных эмоций, о чём он вообще думает, или о чём он задумался, и точно так же обращаться к своему разуму, к своему мозгу и понимать, а к чему это может привести, и для чего это вообще необходимо. Получается, таким образом, целостность — это единство четырёх сфер человека — тело, разума, сердце и духа. Это способность принимать себя таким, каким мы являемся, и раскрывать всю полноту своего внутреннего потенциала, который заложен природой. Целостность — сделать человека по-настоящему сильным, уверенным в себе, способным достичь всех запланированных целей, задач. Получается, что лидерство тесно связано с целостностью человека. Невозможно быть лидером, если человек не находится в гармонии с самим собой, поскольку лидер верит себе, и его чувства, слова и действия не противоречат, да, и не должны противоречат друг другу. Уважение вызывает не только его качество, но и та прочная основа, суть которой демонстрирует такой человек своим состоянием, выбором и действиями. Его стержень, как остов, состоит из четырёх сфер, которые он держит в балансе, в согласовании с друг с другом. То есть он уделяет должное внимание и телу, и разуму, да, и сердцу, и духу. Находится таким образом в гармонии, и только такого человека мы можем назвать по-настоящему лидером. И для себя, в первую очередь, и, возможно, для других. То есть таким образом мы можем с вами сделать вывод, что не каждая целостная личность должна быть лидером. И в принципе это невозможно. Но каждый лидер должен стремиться быть целостной личностью. Прежде всего для себя, чтобы жить в гармонии. Целостность всегда подразумевает совершенствование, осознанного выбора и ответственность, которая всегда представляется в виде возможности, а не угрозы для него. Но чтобы стать лидером, недостаточно быть целостной личностью. Помимо этого нужно уметь ставить большие цели, вовлекать и объединять других людей для достижения этих целей, брать на себя ответственность за общий результат и быть наставником, открывая в людях лучшее. То есть лидер – это тот, кто способен увидеть потенциал, который заложен в другом человеке и помочь ему его раскрыть. Это тот, кто умеет вдохновлять, это тот, кто умеет управлять, это тот, кто умеет быть ответственным не только за себя, но и за результаты других людей, которые находятся в его команде. И здесь такой извечный вопрос. Лидерами рождается, либо лидерами становится, на него однозначно ответить очень сложно и, наверное, даже невозможно, поскольку это такое философское понятие. С одной стороны, я думаю, что приложив усилия лидером, можно стать. С другой стороны, некий потенциал заложен уже в человеке. И задача как раз его, человека, этот потенциал раскрыть. Таким образом, мы можем сделать вывод, что лидер состоит из двух составляющих. Это уверенность в себе и это целостность. Получается, что четыре составляющие человеческой сущности – это тело, разум, сердце и дух – можно назвать четырьмя основными интеллектами человека. Каждая сфера соответствует свой вид интеллекта. Физический интеллект, ментальный интеллект, эмоциональный, поскольку связан сердцем, и интеллект духовный, который связан с духом. Физический интеллект – это способность действовать осознанно, слышать потребности своего тела, находить важные ответы через телесные сигналы, тренироваться и развиваться физически. Поскольку мы знаем, любые изменения, которые затрагивают нашу душу или нашу эмоциональный интеллект, они всегда, абсолютно всегда отражаются в нашем внешнем мире. Не зря говорят, например, медицина, что все болезни у нас в большинстве своём, они на нервной почве. Потому что таким образом тело пытается донести до нас информацию, что ему плохо, что ему чего-то не хватает, или он чем-то стал недоволен. Ментальный интеллект – это умственно-аналитические способности, дающие рациональные знания. Это как раз-таки тот головной мозг, который помогает нам принять решения, который подсказывает нам расстояние до какого-то объекта, который подсказывает нам, горячо это или холодно, поскольку у него есть нервные окончания, которые сигнализируют абсолютно обо всём человеку. Эмоциональный интеллект – это сердце, это способность распознавать свои внутренние чувства и управлять выраженными вовне эмоциями, понимать чувства и потребности других людей, включать эмпатию, включать сопереживания, чувство толерантности. Это когда мы пытаемся понять искренне другого человека. И прежде всего, конечно, для того, чтобы уметь понимать другого человека, нужно уметь понимать себя, нужно уметь распознавать свои собственные чувства, уметь распознавать свои собственные сигналы, которые нам организм сообщает, то, что ему не нравится, то, что ему неприятно. И духовный интеллект – это способность понимать законы бытия и единства всего живого на планете, жить смыслами и ценностями, найти своё предназначение в жизни. Это как раз те философские вопросы, на которые человек для себя всегда пытается найти ответ, зачем он живёт, для чего он живёт, почему он занимается именно этой работой, почему он занимается именно этой деятельностью и о чём он вообще мечтает. И получается таким образом, что когда все четыре интеллекта, все четыре сущности в человеке взаимодействуют, человек становится гармоничной личностью. Да, гармония личности – это согласованность всех составляющих человека, которые даёт ему возможность жить в ладу с собой и с окружающим его миром. И только гармоничная личность может взять ответственность за других людей и таким способом стать лидером, лидером созидающим, лидером не авторитарным, который только даёт распоряжение, не директивным, который только что-то заставляет и требует какой-то спрос, а лидером созидающим, который своим примером, собственным показывает, как важно помогать другим людям, помогать самому себе и вместе стремиться к некому взаимному результату. Баланс и внутренняя согласованность дают гармонию, а значит уверенность в себе. Раскрытие личного потенциала и потенциала команды происходят за счёт гармоничного использования всех четырёх интеллектов и согласованности между ними. Это путь к успеху и благополучию как каждого человека в отдельности, так и группы, сообществ и государства мира в целом. Только лидер созидающего типа способен изменить этот мир, направить его в нужное русло, не быть потребителем. Таким образом, мы пришли к выводу о том, что такое гармоничная личность. Но очень часто, к сожалению, гармонию достичь очень сложно. И мы живём неком внутреннем конфликте. Конфликт интеллектом наступает, когда человек не прислушивается к зову и мнению одного из них, то есть одного из типа четырёх интеллектов. Например, разум говорит о фактах, о каких-то догмах, о логике, а сердце говорит о справедливости, о том, что его болит, о том, что его тревожит. Разум хочет доказательств, а дух призывает просто верить. Духовный интеллект приводит к созерцанию и спокойствию, а тело требует действия и движения. Например, приведём такой пример, когда разум заставляет идти на невиновистную работу, на которую мы очень-очень сильно мы её не любим, потому что она не наша, мы там не чувствуем себя, может быть, как рыба в воде, либо мы профессионально выгорели уже, но разум говорит, у него есть какие-то обязательства, что на работу ходить надо. Надо рано утром встать, собраться, подготовиться к работе и явиться на неё. Душа же страдает от отсутствия признания и уважения, либо есть какое-то профвыгорание, либо не устраивает его заработная плата. Он не чувствует себя нужным и необходимым на этой работе, то есть в нём не нуждается, его не ценят как профессионала, как специалиста своего дела. Он начинает страдать. Дух страдает без самореализации, тело на это саботирует ситуацию через болезни и лень. Поскольку мы знаем такие примеры, психосоматические, когда человек заболевает, хотя на самом деле не болеет. То есть связано с психологией, просто тело даёт понять, что в данном случае на эту работу он идти не хочет. Получается, тело не хочет, сердце не хочет, эмоциональная составляющая, эмоциональный интеллект. А разум заставляет, потому что есть некие обязанности, которые стоят перед руководством, той организацией, в которой человек работает. Такая разногласованность интеллектов выкачивает из человека энергию, поскольку он тратит её на преодоление своего внутреннего конфликта. Фальшие отношения с окружающими, ложь к себе и другим, подавленность, опустошённость и отсутствие энергии являются признаками внутреннего конфликта. То есть бывает такое состояние, когда, например, человек всё время хочет спать, вне зависимости от того количества часов, которые он уже успел ночью уделить сну. У него появляется апатия, нежелание чего-то делать, огромная лень. Всё это говорит и подсказывает человеку о том, что он находится во внутреннем конфликте. Он должен услышать, для того чтобы решить данный конфликт и каким способом человек может решить этот конфликт, он должен обратиться к себе, послушать четыре своих интеллекта, то есть сигналы тела услышать, услышать сигналы своего сердца, услышать сигналы разума, услышать сигналы духа, то есть внутренности его на полности, религии, которой он принадлежит, и понять, что же здесь не так, что же его, как человека, не устраивает, что же ему мешает достичь этой гармонии, в чём он не согласен. И только услышав свои внутренние сигналы, послушав их, человек может достичь гармонии, раскрыть свой внутренний потенциал. Почему бывает так, что человек, например, на одной работе страдает, и у него совершенно ничего не получается, он не находит каких-то идей, у него не получается реализовать свои проекты, или у него бывают конфликты с коллегами. Но поменяв место работы, или вообще поменяв сферу деятельности, человек тут же начинает реализовывать себя и достигать всего того, что он искренне хочет. Человек, в принципе, должен заниматься и делать только то, чем он горит, к чему у него идёт желание, потенциал. Именно такую информацию нужно доносить до детей, доносить до старших классников, которые стоят перед выбором, куда им поступать, кем у жизни становиться, что им ближе. Вы всегда должны им подсказывать, что они должны слушать себя, чувствовать себя, и только таким способом можно в жизни чего-то достичь. Получается, что источник энергии, хорошее настроение – это внутренняя целостность, которая обеспечивает гармонию. Дисгармония же личности наступает, когда человек развивает только один интеллект, направляя весь фокус внимания, все силы и энергию только в одно русло. В таком случае человек будет смотреть на жизнь с одного ракурса, с одного бока, он не будет понимать других людей, не будет понимать, что они от него вообще хотят и к чему стремятся. Развивайте таким образом связь с реальностью, ведь мир гармоничен и предполагает нам на самом-то деле объективную картину. Другой вопрос состоит в том, а хотим ли мы понять эту объективную картину, хотим ли мы достичь, осознать эту картину мира, потому что от того, что мы на белое скажем, белое или на чёрное, скажем, чёрный мир не изменится совершенно. Всё зависит только от нашего внутреннего восприятия. Чтобы быть плодой в гармонии с собой и миром, нужно учиться слышать и принимать себя. К сожалению, с каждым годом подростки, старшеклассники ведут себя наиболее жестоко, что порождает различного рода конфликты, скандалы. Для того, чтобы их избежать, необходимо нам, как учителям, методистам, на классных часах или во внеурочной деятельности доносить до детей информацию о гармоничной личности, рассказывать им о внутренних потребностях, чтобы они раскрывали свой внутренний потенциал, своим внутренним устремлением, приводить им различные примеры до известных людей. Поставьте себя на их уровне, поставьте себя рядом с ними и помогите им вырасти до вашего уровня. Но для того, чтобы помочь им вырасти до вашего уровня, нужно встать на их уровне. Нужно показать, что вы равны, нужно показать, что вы тоже нацелены на результат. Нужно показать, что вы их понимаете, что вы их слышите, что вы к чему-то стремитесь, что вы хотите, как учителя, искренне, чтобы они смогли реализовать свой потенциал, поскольку они являются будущим нашей страны и в целом мира, а не те, которые придут на наши места и создают новую реальность, абсолютно неизвестную нам. Рассказывала я вам материал одной учебной литературы. Это уникальный проект нашего издательства, автором которого выступила Наталья Долина. Кандидат экономических наук, доцент, бизнес-тренер международного класса, которая работает, как вы можете прочитать, с крупными вузами нашей страны и бизнес-тренерами. Вот так выглядит учебное пособие. Я вам его покажу. Наталья Долина специально его разработала для подростков, для того, чтобы мы, учителя, методисты или родители, могли понимать современную молодежь, могли прислушиваться к ней и могли избежать неких конфликтов, чтобы мы могли воспитать гармоничную, патриотическую личность, готовы в завтрашнем дне стать у руля. Она тоненькая, небольшая, разбитая на четыре модули, учебное пособие. Его можно использовать как в неурочной деятельности, так и в рамках предмета общества знания, которые касаются блок человек и общества. Также его можно использовать родителям, для того, чтобы лучше понимать своих детей, своих подростков. Я от всего сердца рекомендую вам это учебное пособие, поскольку оно есть у меня самой, оно направлено на практическую часть. И даже на первой страничке данного учебного пособия вы сможете прочитать о том, что учащийся, приступая к прочтению этого учебного пособия, обязательно, обязательно должен иметь красивый блокнот и красивую ручку, поскольку 50% учебника состоит из практических занятий, из тренингов различного рода, на выявление внутреннего потенциала, потому что мы уже выяснили, что персональное лидерство касается абсолютно каждого человека. И поэтому книга-то называется «Я лидер нового поколения». Вдохновляй, живи, созидай, создавай новое прекрасное будущее для нас всех. В книге находится огромное количество самых современных и самых последних тренингов, которые помогут достичь гармонии. Например, данную книгу можно использовать в рамках классного часа для разговора с детьми по душам, для выявления того, что они хотят и к чему стремятся, и что является действительно для них новым и интересным. Завершая свой вебинар, мне хочется разыграть три учебных пособия, которые помогут вам в реализации жизни, и я уверена, что вы останетесь после прочтения, изучения данной книги довольны. Для этого я сейчас на слайде выведу вам цитату из данной книги, которая принадлежит Наталье Долиной. Она выделена здесь в данной книге жирным шрифтом, красивым каллиграфным шрифтом. Вы должны будете продолжить данную цитату, вставив одно единственное слово. Для этого в чате, там, где у вас есть рубрика для написания вопросов, вы должны будете написать одно слово, которое завершает цитату Натальи Долиной. Всего лишь одно слово. После завершения вебинара мы изучим список правильных ответов, и случайной выборкой выберем трех человек, трех учителей, или, может быть, методистов, которые ответили верно, и за наш счет отправим ему книги, перед этим связавшись с ними по почте, согласно которой вы прошли регистрацию на вебинар. Желаю вам удачи, и я открываю слайд. У вас есть пару минут. Итак, конкурс. Продолжите цитату Натальи Долиной. Самая притягательная способность человека, это способность, и вам нужно ставить. Открою вам секрет. Это будет словосочетание, которое состоит из двух слов. Двух небольших слов. Пожалуйста, напишите в чате, какие два слова продолжают цитату Натальи Долиной. Самая притягательная способность, это способность человека. После завершения вебинара мы прочитаем все ответы, которые вы написали, и отправим вам книги. Последний раз прочитаю, напомню вам, что самая притягательная способность, это способность человека. И здесь нужно дописать два небольших слова. На этом я свой вебинар заканчиваю. Желаю вам удачи, творческих успехов. Прекрасно понимаю, что труд учителя, поскольку сама работала учителем, он бесценен, он дорогого стоит. Пусть у вас все получится. Если есть вопросы, напишите их, пожалуйста, сюда в чате. Вопросы, которые, если у вас есть, либо пожелания. Я искренне вас благодарю за этот вебинар. Всего вам доброго. Удачи! 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 Продолжение следует...